всем привет с вами михаил маркин сегодня посмотрим интересную серию от латафа латафа прайд будут как и мужские так и женские ароматы и унисекс сразу предупрежу что я в этот раз решил распаковки коробок вот это вот кручение и верчение буду показывать в конце потому что скорее всего это нужно не всем а только тем кто хочет купить аромат где-то там ему нужно понимать как выглядит оригинал напоминаю что любой аромат из этого обзора можно купить у меня есть тематические сета где все эти арабы падут по 2 миллилитра можно купить новым флаконом в слюде на подарок и так далее в общем минутку саморекламы закончим начну наверное с тех которые мне понравились меньше всего точнее не понравились и меньше всего лично мне потому что заранее скажу что в принципе по технике по качеству сборки какой-то химозности такой вони дешевизны в общем то нет просто парфюмы как известно штука такая я вот сейчас не люблю свежаки свежаки не собираю поэтому в общем как-то так начнем наверное даже не с этого аромата а вот с ваджуда что в принципе у линейки прайд прикольно или не прикольно дорогие упаковки они стали делать более кожзам правда но выглядит с одной стороны вроде дорого красиво с другой стороны кто-то может сказать что мол чувак это цыганщина какая-то в принципе соглашусь системе с другими упаковка непростая картонка но то что это араб будет понятно наверное практически сразу раскрывается но кстати довольно прикольно по качеству ухты боже мой по качеству самого флакона флаконы тоже стали довольно прикольными но единственно опять же конечно ухты и просто ну конечно конечно здесь во первых у нее внешний вид как будто на исилумина сделано во вторых очевидно что есть проблема с точностью погонки надо полагать что здесь вот где бортик куда крышка цепляется сделан слишком плотно и поэтому в общем-то вангую что вот здесь слишком много металла и рано или поздно вот этот вот надпульвичек принципе вообще может слезть ну да ладно первое смотрим ватафа ваджуд потому что это да это такой горький свежак который ну в общем а сейчас там свежаки особо не собираю и на самом деле мало какие свежаки мне в принципе нравится но вот касательно этого он очень соленый он как будто с какими-то водорослями и он с деревом еще у этого дерева есть шафран такое необычное сочетание убери отсюда вот эту вот солоноватость и будет обычная такая амбра деревья такая шафрана деревях и в арабском стиле оставь здесь только соленость получится какая-нибудь легкая дольче габбана такая морская ненавязчивая классика а когда смешали все это вместе получилось некой квази ниша но не скажу что похоже на мегамаре мегамаре хуже в чем-то похож на работа лютанца сейчас даже его откроем и посмотрим вот такой вот лютанца кажется что хотя не ну нет все таки а рабчонок гораздо гораздо груди и запас помню про другой интересный аромат который называется 40 нотс от ксержев вот здесь уже кстати общего достаточно много если кто подходил за том яблок или в молекуле и пробовал этот 40 нотс то в принципе баджут вам должен понравиться если вы не любили 40 нотс за его сладость и за его чрезмерную мощь скажем так он действительно въедается в мозг в общем штука не для всех вот этот в аджут как будто бы такая золотая середина да пахнет соленой корягой с шафраном ничего хитрого ничего такого сверх сверх но вот именно в жанре соленой коряги это наверное я бы сказал такой вот золотой баланс даже я в принципе думаю летом под настроение смогу его носить когда надоест пахнуть рыбами русалками и прочими отходами морской промышленности принципе за свой бюджет он конечно на голову лучше дешевенькой акватики люксовой прям сильно лучше по качеству материалов но до метров жанра все-таки он не дотягивает хотя надо помнить что топовые образцы жанры я вот показал 40 нотс я показал лютанс они стоят в общем-то подороже гораздо дороже чем этот очень-то недорогой араб в целом по этим арабам даже я бы сказал что сложно их оценивать беспристрастно точнее как я вот всегда оцениваю парфюмы в принципе без оглядки на их сцену потому что я не гоняюсь за ценой слишком дешевый слишком дорогой парфюм не как без разницы и лимон пах вкусно но этот я принципе понимаю что это ничего особенного но за его цену все остальное будет хуже сказал бы вот так но в целом я к этому направлению совершенно и дифферентен и мои параллельные прямые случае с этим ароматом слабо пересекаются поэтому тоже его пока в сторонку но конечно с крышкой они здесь намудрили это у нас был соответственно ваджут 2 братец акробатец у нас нет даже него начнем наверное с алямида алямида это второй аромат который мне понравился чуть больше ваджуга опять же именно под мои вкусы но опять же не настолько чтобы я сказал что это мой любимый араб или даже чтобы хотя бы любимый из латафы не ничего подобного но понравилось он еще таки чуточку больше сейчас как никак осень время гурманики время сладеньких таких плотненьких ароматов поэтому вот этот товарищ алямит он мне зашел чуть побольше здесь уже кстати нет проблем с крышкой то есть она все равно открывается достаточно туго но уже хотя бы в пределах нормы и нет страха что будет снесен металлический вот этот элемент фигня как он называется честно говоря не помню этот дизайн конечно более на любителя такой округлый прямоугольник с какими-то серебристыми но кстати крышка здесь вот выглядит получше она выглядит не такой дешевой если на той крышке была ребристость точнее такая порошкообразность как и силамина то здесь она хотя бы заполированы и выглядит целым поинтереснее я бы сказал по самому запаху а по самому запаху сразу можно сказать что это прям такой типичный типичный мужской замес в духе блюдо шанели в духе сала же духе да по сути половина мужского люкса пахнет именно так за исключением одного маленького момента что здесь есть ананас и это не клон авентуса он не похож на авентус ни разу я честно говоря вот еще не успел понюхать чем пахнет новенький авентус абсолю но сдается что этот авентус абсолю наверное он как-то похож на этот алямид алямид это кожа опять же вот эти вот долбаные арабские специи они здесь есть все это на амбраксане и ягодках из блюда шанели и сова же и сверху добавлен немножко сладкого ананаса ключевое слово немножко но именно этот ананас делать здесь картину который не позволяет ему скатиться вообще до уровня как бы нафиг ты мне нужен если я могу там на авито взять бы ушный какой-нибудь savage с недорого зачем мне вот это но вот с ананасиком уже выглядит по прикольнее выглядит повеселее выглядит поинтереснее кстати стойкости шлейф опять же для тех кому интересно средники но даже чуть выше среднего но например вот там морская коряга что мы смотрели до этого она мне за время носки даже успел надо есть я ее брызнул понял что сейчас не время для морской коряги но так быстро как хотелось бы она с меня не слетела поэтому пришлось терпеть стихнуть стиснув зубы скажем так да очень приятная мужская штуковина кто любит вот эти вот классические мужские ароматы типа блюда шанель саважа можете смело убрать особенно те кто любит саваж эликсир кажется вот очень похоже но с ананасом это будет по крайней мере что-то новенькое но больше принципе не при этом от сказать ничего я не любитель вот этой вот классики по сути я свое время начал собирать ароматы с нее но потом это мне все надоело я перешел в принципе вы сами видели на что я перешел и на эти как бы мое внимание на какой-то момент остыла следующий аромат это алкарик сильвер а здесь уже кстати этот элемент слетел да он слетел крышка 5 полированный пластик с какой-то ребристой накаткой как у верниера тонкой настройки прецизионных механизмов но дизайн опять же прикольный мне он нравится дизайн ну хоть и арабский но достаточно дорогой здесь уже не скажешь что все это сделаем тяп-ляп на отшибись и так далее но конечно с пульвиками им что-то надо делать они натурально ломаются фух вот этот это вообще зверь в плане стойкости и шлейфа здесь этого прям с переизбытком он мне напомнил яф на не табак караш и ред табака монсера и вот это все вместе взятая по большому счету чем он пахнет кто давно меня смотрит особенно части арабов тот давно как молитву и очень наш знает такие имена как афнань табак караш как шабаб для тех кто менее в теме арабов тут наверное хорошо знает филип пляй но лимитс фух гуччи гилте абсолют и тому подобные няшки если их можно так назвать вот этот аля вик это прям смесь самого лучшего из того что есть в этих ароматах здесь фруктовая сладость шабаба но она прям тонкая с гранями не моно ягодки как там а такой уже вполне себе фруктовый салат кожа маслянистая вкусная дорогая здесь кстати практически нет вот этих арабских специй особенно шафрана меня уже задолбал шафран в арабских ароматах куда ни кинь кругом один шафран мне это честно говоря достала я не люблю шафран здесь шафрана мало поэтому этот аромат у меня я его обозрел получается третьим вот но вот в плане кожаных я вот носил его и даже задумывался что в принципе этот аромат мог бы занять первое место в топе маслянистых кож и наверное когда мы будем делать переобзор маслянистых кож да и в принципе кож и опять буду нюхать ботинок или еще что-нибудь то этот аромат нужно обязательно прихранить поскольку он очень интересен вкусный он меру животный он не такой навязчиво простой как филипп ляйну лимит тот вообще я только не смог носить его продала он напористый но в меру он долго держится он вкусный он интересный в общем вот этот оля рик мне прям норм мне понравился здорово круто следующий аромат следующий аромат который мы посмотрим это у нас будет наверное вот этот товарищ я его про себя называю яйцо хотя по сути вот он поставить такой колбочки хотя по сути это так как вытащить хотя по сути она символизирует наверное орех кстати этой штукой можно кого-нибудь заковать острый наконечник кстати затычка на дне получается пластиковая сама ножка металлическая непорядок с этим яйцом вообще связана интересная история я до этого ходил магазин по моему парфюм лидер называется или парфюм дилер в общем сейчас сеть появилась там стояли вот эти вот лотов и прайды я тогда мельком все затестил счет как-то мне не особо зашло в том числе и этот но потом по настоянию юля я его себе приобрел и понял что дурак зря проходил не у него то ли там тестер был так себе и испорченный то ли чё но в итоге я его себе купил и знаете кстати я на самом деле довольно давно искал хорошие ладанные ароматы у арабов прям давно у многих брендов есть куча разных арабских арабских ладанных ароматов на любой вкус тут вам и сарчинели за много денег и манталь крутой ладаный за мало денег и лютанцы и бог не знает что еще но вот хорошего арабского ладаного аромата мне как-то не попадалось кстати если кто знает хороший арабский ладаный именно ладаный аромат напишите в комментах я его обязательно куплю и обязательно протестирую но главное что он должен быть именно ладаном и ладан должен быть на первом на втором месте но никак где-то там вдали чуть-чуть немножко ну так вот вот это хала латафа это единственный толковый ладаный аромат который я пробовал у арабов за всю свою историю так сказать и он не просто толковый он дико классный если кто-то из вас пробовал девочку на шпильках лютанца или пробовал тот же манталь full incense по большому счету манталь full incense и девочка на шпильках это кедр это ладан это сухофрукты и эта газировка так вот вот это яйцо оно пахнет на самом деле вот именно тем что я перечислил единственно отсюда мы убираем скажем так относительно легкомысленно звучащую в этом ансамбле газировку и добавляем вместо нее немного но в меру перца получается аромат более сухой более древесный да вот именно более сухой он ладаный чуть-чуть при перченый опять же в меру поэтому для тех кому манталь full incense или девочка казалось слишком легкомысленной или там мешала газировка хала это прям ваш вариант это прям вот именно она я бы даже готов сказать что это более близкий клон к дорогущей девочки на шпильках нежели манталь full incense за исключением того что девочка на шпильках она практически без перца и насколько я помню там перцев может сказать что не было вообще здесь перечность чувствуется это поразительная работа опять-таки потому что я не ожидал увидеть ладан такого качества среди арабов но оказалось этот ладан есть поэтому кто любит ладанные ароматы кто их собирает берите халу вслепую не читайте никаких там отзывов обзоров хотя по моему отзывы на нее хвалебны но тем не менее кто любит ладанные ароматы берите халу и горе себе не знаете тем более за эти деньги это вообще подарок в прямом смысле этого слова вот хух уже 20 минут наболтал внимательные зрители скажут а где миш женский аромат это обещал мужские мы увидели морскую корягу мы видели а где женский то и здесь есть определенный сюрприз какой женский аромат я себе выбрал товарищи на домодедовской дали мне на затест ну точнее подарили латафу неброс кстати кто не знает вот на этой домодедовской там арабов действительно до себя приходите нюхайте там они есть на затест их там прям дофигище в общем один из ароматов которые я там взял из двух это наброс по большому счету он выглядит как вот это вот морская коряга ваджут только золотистая поэтому в магазине самое главное не перепутать иначе девушка получит в подарок морскую корягу а мужчина получит себе в подарок вот это это женский аромат ну как мне кажется но он настолько дико вкусный что я его купил себе иногда я его смакую латафа неброс если почитать на фрагрантики это клон известного аромата били айлиш номер два били айлиш это известная в америке тик токер что там блогерши короче их знает ее сам не смотрю на это времени нет в общем она там известная и я специально достал этот аромат я его заказал от левант били айлиш вот он будем сравнивать но прежде чем сравнивать скажу чем вообще пахнет вот этот неброс а пахнет он просто замечательно прям офигенно вкусный аромат пахнет он сливочной холодной ванилькой с пломбиром пломбиром чуть подтаявшим пломбиром советским пломбиром настоящим и чуть-чуть кислинка красных ягод чуть-чуть если не знать что здесь есть ну точнее если не внюхиваться то в эту кислинку не разберете но она здесь есть а если внюхаться то она появляется сливочный вкусный офигенский пломбир с деревом классный ваниль ни капли химоза это прям советский пломбир дико натуральный дико вкусный охрененный крутой я его себе купил чисто как ароматерапию практически перед ним меркнет абсолютно вся та гурманика который пробовал до этого за исключением разве что сержи лютанца он буис ваниль и сейчас мы кстати тоже его достанем попробуем кстати сделать такой сравнительный тест кто кого переборет ванильный лес лютанца это дико дорогой аромат ну и попробуем конечно же били а лишь сейчас allure parfum иногда заказывают там от levante там их реально дофига другое дело что ценник там конечно как правило очень недружелюбный кстати атомайзер эти откровенно говоря все новое особенно маленький нажимать неудобно сейчас пока нажимал уже заколебался нажимать не ну не ребята били а лишь это вообще полный херь может быть этот наброс клон этого аромата но били а лишь это полная фигня и сейчас скажу почему во первых наброс мощнее раза в три и это не преувеличение при том что в нем сохраняется тот же самый дикий и дивный баланс ним сохраняется тот же дикий дивный баланс еще били а лишь но это тоже на самом деле ванилька на какая-то тупая ванилька на еле пахнет она не такая сливочная и уже ты понимаешь что-то принципе просто ваниль просто с деревом и просто чуть-чуть кисловатая вот здесь как будто какая-то не шанина тогда как наброс звучит цельно звучит достойно и там ты понимаешь что ты нюхаешь то есть там не просто какие-то абстрактные ноты которые можно выдумать там написать и как бы на этом дело закончится нет не не ребята били а лишь это вообще полная ерунда ну кстати справедливости ради били а лишь это все таки если мне не изменяет память в америке это вполне себе масс-маркет в принципе как у нас антонио бандерас но я честно говоря не в курсе сколько стоит били а лишь там сша дорогой там сейчас дешевый фиг его знает на одно знаю точно если кто-то натыкался до моего обзора на этот наброс посмотрел что вроде бы как он били а лишь не ведитесь били а лишь не ищите не покупаете совершенно никакого смысла нет смысла покупать били просто я бы даже сказал полный ноль а теперь попробуем сравнить его с лютанца ванильным лесом сделаем пару новых жирных пшиков каждого чтоб сравнение было честным произошла маленькая техническая накладка но я нанес на бутеры что в принципе можно сказать ванильный лес если носить мне как мужчине ванильный лес конечно будет поинтереснее потому что он более древесный в нем более ярко выражена древесина и ваниль здесь более сухая более такая мужская то есть по сравнению с набросом ванильный лес лютанца это вполне себе прям унисекс да здесь потрясное дерево аромат глубокий многослойный и так далее и тому подобное но поважая руку на сердце мне неброс нюхать нравится больше хотя носить я его конечно не буду иначе это будет уж очень похоже на мамкин пирожочек а так вот этот неброс конечно куда интереснее он прям здоровский он офигенный в чем соответственно отличие ну повторюсь еще раз ванильный лес он более деревянный ваниль более сухая аромат более дымный аромат такой знаете ли таким чувством от винтажной старины неброс это все-таки сливочный пломбир с красными ягодками и дерево здесь по сравнению с лютанцем совсем немного оно здесь нужно чисто для того чтобы давать такое знаете в ядро аромату чтобы не растекся там как потаивший пломбир поэтому мои личные симпатии все-таки на стороне неброса даже удивительно что в принципе за такие скромные деньги сколько он стоит удалось сделать такую хорошую гурманику здорово но теперь вкратце подведу итоги в общем то что мы сегодня посмотрели мы посмотрели морскую корягу чисто мужской аромат на лето будет норм для тех кто любит горькую мужскую соленую классику на втором для меня месте с конца аламид в общем то типично мужской парфюм в духе блюда шанели саважа но с ананасиком что дает определенный новый яркий момент на третьем месте для меня вкуснецкая кожа с сухофруктиками почему она на третьем они на первым да потому что в отличие от других двух наших экспонатов похожие на него ароматы есть и тут можно будет поломать голову какой лучше пока для меня кажется что это вот прям в теме шабаба лучший аромат у меня зашел больше потом в моем личном топе яйцо хала просто потому что я не ожидал что у арабов может быть такой классный ладаный аромат потому что как-то сладными ароматами у арабов туговато ну и конечно первом месте женский неброс он звучит дороже чем аромат которого он склонирован он звучит для женщины даже приятнее чем ванильный лес лютанца во всем круче классный здорово всем буду советовать кто ко мне пишет там женщина посоветовать у меня женский хороший аромат буду советовать неброс не плевать что он дешевый а теперь давайте посмотрим с вами быстренько упаковки и коробки у меня а у у у у Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok